Девочка-пай 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 Да, как только появится, сразу к вам в кабинет. Да. Привет, здорово. Да, 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 да. Витя, что происходит-то? Слушай, Андрюх, тут такое! Куда его? Готов? Петренко приказал, чтобы сразу к нему в кабинет. Так он мокрый еще. Неси, какой есть! Да, товарищ генерал, мы делаем все возможное. Мы уложимся в срок. Обязательно и тут же доложу. До свидания. Можно, Юрий Александрович? Давай! Готов. Можно идти? Вы идите, идите. Так, так. Так, ну что, где, где оно целое? Да куда оно денется? Вот же, вот оно. А, вот, вот, да. Что, что дальше делать? Надо ждать. Надо продолжать кормление и ждать. Так. Что значит ждать? Его высочество завтра улетает. Андрюх, ну-ка выйдем, поговорим. Понимаем. Скажите, есть уверенность, что мы успеем в срок? Не знаю, ничего конкретно обещать не могу. У каждого человека свои особенности. Учтите, господин офицер. Если вы не успеете до вылет, разгорится очень сильный скандал. Это не просто какая-то безделица. Это есть помиленная драгоценность и национальная реликвия. Она передается в роду герцогов анрийских по наследству пятнадцатого века. Вот, понимаете. Ну, вы же, вы же видите, что мы делаем все возможное и даже невозможное, товарищ господин консул. Ну и что? Ты не представляешь, Андрюха, такого еще не было. Понимаешь, герцогиня позвонила своему консулу. Тот сполошил все руководство. Петренко с трех часов утра в отделении. Мрак! Я не понимаю, в чем проблема-то? Дело в пищеварении, понимаешь? Этот киса говорит, что он пять дней ничего не ел, только ширялся. А врач сказал, что надо его плотно накормить, чтобы что-нибудь вышло. Вот мы его и кормим. А из главка ясно намекнули, если герцогиня увидит без кольца, то Петренко может собираться на пенсию. Это что ж получается? Из-за какого-то фуфла обширенного Юрия Александровича? Вот дожил. Только этого мне еще не хватало на старости лет. Черт, чем заниматься? Наркомана уговаривать? Скушай за маму, скушай за папу. Знаешь, Толя, чего я сейчас больше всего хочу? Догадываюсь. Я бы тоже от пивка не отказался. А ты чего? Да нет. Уехать отсюда далеко-далеко. И надолго. В дом отдыха, что ли? Знаешь, я бы тоже где-нибудь тянулся. В лугере, в Комарова. А я бы сейчас еще дальше. Знаешь, куда-нибудь на Багамы. Пошел я. Куда? На Багамы? Пешком-то не запаришься, а? Багамы, то ли это острова такие. До них пешком не дойдешь. Пешком-то не дойдешь. А дача моя рядом. Тут совсем недалеко. Тридцать километров. Рукой подать. Да. Вот это жизнь, мужики. А раньше был человек. Да пошел отсюда! Да дай ты пиво спокойно попить. Бабушка Маруся приезжает в 12.30. Какая бабушка? Кто это? Андрей Васильевич. Это же я, Тиви. А бабушка Маруся – это шифр. Ну, мы же с вами договаривались. Если бабушка Маруся приезжает в 12.30, это значит встреча в сквере у пивной палатки. В это же время. Очень срочное сообщение. Угу. Жду. Угу. Угу. Андрей Васильевич, здравствуйте. Здравствуй. Давай, выкладывай. Здесь вроде как неудобно. Место слишком проглядывается. Может, по пивку? Для маскировочки. Пара пива, не больше. Три. Андрей Васильевич, можно три? Трубы горят. Можно три, но если ты меня по ерунде вытащил, я тебе рога завью. Андрей Васильевич, Андрей Васильевич, как можно? Ну. Ну, давай, давай, рассказывай. Андрей Васильевич, даже не знаю, с чего начать. Тут такое. Триллер, можно сказать. Ну, валяй без предисловий. Подвал. На колокольной, знаете? Под домом номер шесть. Там раньше бомжи тусовались. Ну, что подвал-то? Дубань. И вроде даже моченый. Бомж? Да нет. Я сам не видел, но, говорят, не наш. Вроде вполне приличный дедок. Правда, совсем пустой. На карманах ничего. Стопроцентный глухарь. Андрей Васильевич, если вам в груз, я ребят организую, мы мигом его перебросим без проблем. Куда? Куда скажете? Можем к соседям, а можем в канал без проблем. Ты свою мобилу еще не пропил? Как можно? Это же мой рабочий инструмент. Кстати, Андрей Васильевич, карточка на исходе. Не подкинете. Не наглей. Понял. Звони на пульт, сообщаю трупе. Анонимно. Алло, дежурный? Сообщаю анонимно. На колокольной в подвале дома номер 6 находится мертвое тело. Там. Ну что, забыл, что делать дальше? Пошустри по своим. Узнай все про этот подвал. Может, про труп что узнаешь. Работай. Понял. Приступаю к работе. Осторожно. Что парит-то так? Залило, что ли? Да, было дело. Осторожно, Настюх. Андрюх, ты что? Ну, я же говорил, осторожно. Ну вот, пришли. Привет. Ну что, Андрюш? Привет. Можешь работать. Предварительное заключение. Ну что, двухдневной свежести следы пыток. Вот видишь, характерное пятно. Сигареты прижигали. Ранений, следов удушения не заметил. Остальное вскрытие покажет. Понятно. Так. Кармашки у нас чистые. Ни лопатничка нету. Ни документиков. Сирен, сними его сбоку и по стеночкам пройдись. Может пригодиться. Сколько ему лет, по-твоему, могло быть? Да, наверное, лет 70. О, что-то нашел. Смотри-ка. Так. А как насчет диабета? Вполне возможно. Ну, если и был, то на начальной стадии. Начальная стадия? Сахар. Уральская железная дорога. Издалека, видать, приехал. Старичок-то. Ну, хорошо, это уже кое-что. Вот видишь, как все просто. Да ты знаешь, не все так просто. Сколько Насте придется обзвонить гостиниц? Ну, Сахар мог оказаться случайным. Вполне вероятно, что он мог быть местным. И вообще-то, он мог остановиться у родственников. А может быть, вот это и есть орудие пыток? Возможно. Дай-ка пакетик. Проверим. Проверь. Хорошо. И у меня к тебе просьба. Нашего старика пропусти вне очереди. Ну, хорошо. Позвони мне после шести. Спасибо. Привет, Вить. Андрюш, Андрюш, картинку красивую хочешь? В смысле? Иди сюда. Выбирай. Откуда? Откуда такое богатство? Наши на драку в турагентство выезжали. Там им презентовали. Знаешь, я эту себе выбрал. Тут их много, смотри. Вон они, какие классные. Ничего, девах? А вот твоя хороша, да. На кухне повешу. Меня сосед верхний залил, так там кусок обоев отошел от стены. Как раз закроют. Лейтенант Теткин. Ну, повернулась? Да, Сашок, все нормально, добрались. Отбой? Ага, отбой. Не дождетесь. Ну что, Андрюш, выбрал? Да ладно. Ну, как хочешь. Дукалис, например, себе взял. Ну, не для себя, наверное, для Наташи. Говорит, если она в институт поступит, в общежитии как раз пригодится. Да ты не обижайся, Витя. Просто у меня с обоями полный порядок. Странно. Я давно и говорил, кончай, Катерина, вредительством заниматься. Каким вредительством? Ворожея же она. Это все знают, это все скажут. Вон, у Колбасиных спросили, у Таньки Квасовой. И знаешь, многие тут у нее здесь шастали. Ну, допустим, вам-то что? Как это что? Если она на меня лично порчу наводила. Каким образом? А таким. Только я закодируюсь, на работу устроюсь. Она, ведьма подколодная, с меня код снимет, и что, я опять в запой, опять без работы остаюсь, без средств к существованию. Ну, и как же она код снимала? Ну, короче. Да вот же, на плите, варивая ее, колдовское стоит. Да я три дня, как закодировался, три дня в отходнике, три дня, сухое не тянуло даже, а сегодня утром просыпаюсь, чую жуть в грудях, как размочиться на котиво. Ну, думаю, что же это? Опять, Катерина за старое взялась. Это же ромашковый настой. Может, у нее горло заболело? Решила паром подышать. Да знаем мы ее, ромашковый настой, начальник. Ладно, надоело мне с тобой базарить. Давай подпись нарисуй и отправляй. На шконке хоть немного оттянусь. Пусть подписывает. Преступник изоблечен и задержан. Вот здесь. Вставай. Пойдем. Давай. Наташ. Наташ, ты дома? Наташ! Ой, толь, а ты сегодня раньше обычного? Ты чего это? Вещи собрала? Не поступила, что ли? И домой решила, как в прошлом году удрать? А? До свидания. Пока. Пока. Ну, пока. За ним. Как договорились. Так. Здрасте. Здорово. Ну, что тянешь-то? Ну, чего молчишь? Говори. Так это... Ну, Саш, ну, погоди, пусть сам догадается. Ну, Толь, покажи супер-класс. Угадай, что у меня за спиной? Ну, ты же сыщик, Толь. У тебя должна быть, это, как ее, интуиция. Не интуиция, а дедукция. Это не важно. Толя. Уведомление о поступлении. Поступила. Поступила, Толя, поступила. Сама, понимаешь, сама. Как и рада, Толя, я так рада. Все, все, теперь больше не будешь думать, что на твоей шее визит эта деревянская дура. А я так никогда и не думал. Брось ты. Я рад, что ты поступила. А сумки чего собрала-то? Так я в общежитие переезжаю. Что, прямо сейчас, что ли? Да, мы с девчонками договорились. Мы сейчас все вместе вселяемся, чтобы в одной комнате жить. Там будет, значит, Лена из Вологды, Надя из Петрозаводска и Вероника. А Саша мне поможет вещи перетащить. Ну, все-таки, к чему такая ситуация? Какая спешка-то? Ну, отметить надо. Ой, Толя, мы сейчас все отметим. У нас все есть. У нас тортик, шампанское. Ну, не беспокойся. Убитый принадлежал либо к мусульманской конфессии. Что еще? Ну, как я уже говорил, следы пыток присутствуют, только незначительные. В общем, те, кто его пытал, по-моему, не успели довести дело до конца. Как это? Он же... Старика хватил инфаркт. Причем второй. Первый он перенес лет пять назад. Рубец плюс явные ишемии на основе сахарного диабета. Вот сильнейший стресс, который он испытал и вызвал летальный исход. Шакаленок. Зубки режутся, а мозгов нет. Вица не хочет, чтобы мы говорили с тобой по-цыгански. Джанго, что за имя? Шакаленок. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Да-да, приблизительно дня три назад. Пожилой около семидесяти лет. Спасибо большое, извините. Привет, Нахтём. Здорово, Андрей. Привет, Паша. Здравствуй, Андрей. Ну, что у нас там с гостиницами? Немного. Вот пока накопала только восемь приблизительных кандидатур. Все гостиницы почти обзвонила. Восемь кандидатур. Славяне отпадают. Почему? Результаты осмотра тела. А? Остается только вот эти двое. Мухаммедшин и Шапира. Шапира Семен Натанович. Северная Звезда. Что за гостиница такая? Бывшая ведомственная. Автокомбината номер пять. Ага. Мухаммедшин у нас остановился в Астории. Да, он какой-то крупный бизнесмен. Шапира нам подходит больше. Слушай, а где эта звезда? На Восточном проспекте у промзоны. Паша, не надоело тебе еще с бумажками возиться? Надоело. Он не появляется. А мы не можем за ним номер держать. У нас дальнобойщики, им ночевать негде. Тем более заплатил он всего за трое суток. Да не волнуйтесь, у нас к вам нет никаких претензий. Это он? Вы знаете? О, господи. Что с ним? Лицо какое-то странное. Так это он? Ну, он только... Хорошо. Пожалуйста, покажите его карточку регистрации и вещи. Вот его данные. А вещи мы вынесли. Я сейчас позвоню в камеру хранения. Там вещей-то один чемоданчик был. Дубликат? Да, вы знаете, сколько не просим гостей. Они все равно уносят ключи с собой. Вот и этот унес. Анна Марковна, если его кто-нибудь будет спрашивать, вы скажите, что он еще здесь проживает. Что просто куда-то отлучился. Спросите, кто звонит, что передать. И сразу перезвоните мне вот по этому номеру. Звонить можно в любое время. Хорошо. Если при мне позвонят... Нет, вы не поняли меня. Вы передайте это по смене. Все понятно и обязательно передам. Скажите, фотография, он... Он умер. Господи, какой приятный старичок был. Коробку конфет мне подарил. Такой разговорчивый. И о чем разговаривали? Ну, хотел узнать, где можно хороший фотоаппарат купить. Достопримечательности, наверное, я хотел пофотографировать. Интересовался, где аптека, а еще, где ближайшая почта находится. У нас же здесь пустыри. Понимаете, очень трудно приезжему человеку ориентироваться. Да уж. Шапира Семен Натанович, 1932 года рождения, место рождения, город Свердловск, пенсионер, проживал в городе Курдюмовске Свердловской области, улица Бажова, дом 12, выписан. Ясненько. Ну, что в вещах? Есть что-нибудь примечательное? Бельишко, мыло, вот, бритва, лекарства, шприцы, обычный набор диабетика. диабетика. Разве только это? Полароид. Куплен пять дней назад в гостином дворе. Пустой. Кассеты нет. Ну, у меня все. Сделаю опись и принесу документы. Спасибо. Ключ от гостиничного номера Шапира забрал с собой. Значит, наверное, те люди, которые его пытали, могли им воспользоваться. Они скорее и забрали отснятые фотографии. Может быть. И еще. Администратор сказала, что Шапиры интересовались позавчера по телефону. А в это время Семен Натанович был уже мертв. То есть, звонил не тот, кто затащил его в подвал. Не ловит? Не-а. Ну, давай тогда из кабинета перезвоню. Да. Володь, привет. Привет, ребята. Ну, что? Посмотрим, посмотрим, как у нас дела складываются. Подытожим, так сказать. Ну, что? Пока итоги неплохие. Вот это дело мы закрываем. Вот это в архив. Кольцо герцогиня получила вовремя. Тукалис по этому делу оперативно сработал. Он в последнее время вообще проявляет похвальную активность. И конников у нас не отстает. Вчера за каких-то полтора часа раскрыл убийство в коммуналке на Марата. Хорошо. А, снова труп. Теперь в подвале. А почему, почему вы решили, что труп криминальный? Вот эксперт пишет. Смерть естественная, обширный инфаркт. Вы не дочитали, Юрий Александрович. Там написано, на теле обнаружены следы пыток. Да, перспективы безрадостные. Да. Ну, что? Какие версии по этому делу? Только одна. Какая? На месте преступления обнаружены следы присутствия скинов. А умерший по национальности еврей. Экстремистские проявления. Чудненько. Перспективная версия. Если подтвердиться, передаем дело на Литейный. Это по их части. Для меня эта версия не очень убедительна. Почему? Ну, а зачем скинам было тащить старика в подвал? Как зачем? Что-то хотели узнать у него. Вы же обнаружили следы пыток? Что узнать-то? Национальность? Так она и так видна. Хорошо. Вполне возможно, что просто хотели поизмываться над ним. Вот и знаете что? Вы работаете в этом направлении. И не забывайте, какое сейчас время. Юрий Александрович, а какое время? Объясняю для особо непонятливых. Конец места и квартала. Итоги по показателям раскрываемости идут в главк. Вот какое сейчас время. Всем понятно? Юрий Александрович, Ваня сейчас гоняет в УБОП, там есть такой капитан Волгин. Он самый главный антифашист по городу. Нам слили эту информацию. Ну, а вообще-то информация верная? Ну, конечно. То есть, имеет смысл ждать? Безусловно. Я думаю, они не заставят себя долго ждать. Вообще, по ним можно часы свереть. Подождем. так вот, они частенько здесь появляются? Да. Ребята, очки, пожалуй. спасибо. Лешат, черепа. А их на каждый погром заказывают. И очень неплохо получается. Кто? Конкурентов, что ли, мало у торговцев. Ребят, двигай потихоньку. Смуцар повел своих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пора. Все, ребята, пошли. Ага! Менты! Шухи! Ботай его! Ботай! Держи! Дергайся! Лепче, держи! О, Настен, я как раз к тебе. Смотри, пришел факс из Курдюмовска по поводу старика, убитого на колокольной. Оказывается, наш Семен Натаныч был очень известным человеком. Он был начальником узла связи. Угу. А вдовев продал свою двухкомнатную квартиру в центре, продал свою машину шестерку шестерку и решил уехать на ПМЖ. А в Петербурге у него живет сестра, которая преподает шведский в университете. То есть, ты хочешь сказать, что мотивом могло быть ограбление? Естественно. По прикидкам наших Курдюмовских коллег, его квартира с шестеркой тянет тысяч на семь баксов. По их меркам это довольно много. Здравствуйте. Андрюшенька, уличные грабители обычно не пытают, они забирают деньги и исчезают. А если на жертве не было денег? Ну, не будет он таскать с собой семь тысяч баксов? А откуда твои грабители знают, что у скромного пенсионера, приехавшего в город, где-то спрятана большая сумма денег. А вот это резонно. Вот это мы и должны узнать. Тот, кто знал об этих деньгах, тот его и угробил. Андрюха, нам не за что зацепиться. Как не за что? Во-первых, национальность. И во-вторых, родственница, преподающая шведский в университете. Шведский это не английский. Это как арамейский, как доисторический. Да, да, да. Я поняла, о ком вы говорите. Розалия Васильевна Зельдович. Она преподавала здесь более сорока лет. Все ее знали и очень хорошо помнят. Подождите, а почему помнят? Она разве ушла из университета? К сожалению, из жизни тоже. Давно? Да, года два, пожалуй. Очень жаль. Да, еще как. Лучше, никто не разбирался в нормандских диалектах. Скажите, пожалуйста, а может, у нее дети были, ну, или родственники какие-нибудь, вы не знаете? Родственники. На похоронах я видела женщину. Вроде бы, это была ее дочь. Подождите, я посмотрю сейчас в архиве ее личное дело. Там должен быть ее домашний адрес. Спасибо вам большое. Ладно, по погрому мы с тобой потом поговорим. Ты мне лучше вот что скажи. Зачем вы дядьку моего корешка промокнули? Какого еще дядьку? Дядька к нему приехал из Сибири. По фамилии Шапира, ветеран. Вы его к себе в нору заманили и там примочили. Что за дядька? Ничего не знаю. Вообще, первый раз слышу. Ну-ну-ну-ну. Ветеран. Сколько ему было? Сколько? Около семидесяти. Ну ты даешь. Мы вообще дедов не макаем, если хочешь знать. Да? А что так? Мараться только. Да и потом уважаем. У меня у самого дед ветеран. Восемь медалей, три ордена и осколок под ребрами. И деда своего уважаешь? А то. А где дед служил, ты помнишь? Конечно. На втором белорусском. Второй белорусский. Значит, дед фашистов в рог крутил, а внучек вот какой. А вот это ты деду своему показывал? Да пошел ты! Нашел буратинку. Да ты не буратинка, шмутцер. Войну таких, как ты, перед строем расстреливали. Понес пургу. В какой норе деда-то примочили? Да в вашей норе, на колокольной. Кончай фонари вешать. Мы с той норы давно скинулись. Месяца два уже. Да? А чего так? Ваше же место. Крысиное. Там канализация проржавела. А кому охота в дерьме болтыхаться? А что случилось? Что мог натворить такого дядя Сёма? Если вы мне скажете, что дядя Сёма кого-то убил, я вам все равно не поверю, потому что все вокруг знают, что дядя Сёма даже комаров не убивает. Можно? Сюда, пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо. И ведь что еще занятное? Мы здесь живем годами, и нами никто не интересуется. А дядя Сёма приехал неделю назад, зашел к нам всего один раз, и все его ищут, всем он нужен. А что, кроме меня, еще кто-то искал с именом Натановича? Да, вы знаете, приходил один мужчина. Он с дядей Сёма ехал в одном поезде. Так этого мужчину в дороге обворовали. И дядя Сёма, добрая душа, одолжил ему немного денег. Представляете, этот мужчина очень хотел вернуть долг. А еще говорят, что в наше время нет порядочных людей. А вы помните, как он выглядел? Выглядел да обыкновенно. Кожаная куртка, кожаная кепка. Да вы знаете, я его даже не разглядела. Он куда-то торопился, спросил, в какой гостинице остановился дядя Сёма и сразу же ушел. Да, кстати, а вы мне не сказали, почему вы интересуетесь дядей Сёмой? Ах, видите ли, Семена Натановича нет. Что значит нет? Как это? Он обещал, что обязательно еще раз перед отъездом зайдет. Это как-то даже неприлично. Он умер. Сердце, да? Скажем так, кто-то очень хотел, чтобы он умер и помог ему. Поэтому мы и расследуем обстоятельства его смерти. Привет. Толенька, чай будет? Угу. Значит, Андрюш, Шапира был у нее на следующий день после приезда и ничего не оставлял. Сказал, что в Питере по делам, что собирается в Израиль, что как только он приедет в Израиль, он обязательно ляжет на операцию, необходимую по сердцу. У него сердце очень больное было. В разговоре упомянул, что скоро должен получить большую сумму денег и даже пообещал родственнице, что какую-то часть денег он оставит ей, чтобы она смогла поменять комнату в коммуналке на отдельную квартиру. Толь, у тебя это нервное? Нет, просто конфеты вкусные. А ты продолжай, продолжай, Настя. А, так вот, Леля Михайловна вообще не восприняла его обещания всерьез, но решила, что человек выпил лишнего и несет всякую ерунду. Тем более, что уходя, он взял у нее в долг две тысячи рублей. А куда же он делал? Семь тысяч зелени. Неужели все спустил? Стоп. А когда приходил этот попутчик? В среду. В среду. Значит, накануне или в день смерти старика. Странно. Старик в Курдюмовске продает квартиру и машину, получает неплохие деньги, приезжает в Питер и начинает ощущать финансовые трудности, после чего идет и занимает деньги у небогатой родственницы. А вот о финансовых трудностях говорит еще и то, что остановился он в самой дешевой гостинице для дальнобойщиков. Угу. А потом покупает полароид. Для него не самый дешевый аппарат. Мог бы и мыльница оделся для фотографирования питерских красот. Где ее логика? А мы сейчас чем занимаемся, Толя. Мы ее ищем. Угу. По-моему, мы ищем черную кошку в темной комнате. Нет, ребят, мы не оттуда пляшем. Расскажи, откуда плясать? Пожалуйста. Для начала надо найти того анонима, который позвонил про труп Шапира. Ведь подвал на колокольной такое гнилое место, и как старик туда вообще мог забрести? Ну, положим, анонима я знаю. Так. Так, так. Значит, это твой кадр нам это дело набарабанил. Угу. Спасибо тебе, Андрюша. Это милиция мне Павла Михайловича. Павел Михайлович, из «Северной звезды» администратор беспокоит. Сегодня снова позвонили, спрашивали Шапира. Я все сделала, как вы сказали. Да-да, записывайте номер. Чего ты? Да я вспомнил эту историю с авторитетом Выборгским. Помнишь? Не знаю. Ты не знаешь этой истории? Угу. О-о-о. Три года назад на сходке взяли одного авторитета. Ну, и при обыске изъяли платиновый кастет, усыпанный 15 бриллиантами и 7 сапфирами. Представляешь? Оказывается, братва на 50-летие подогнала. А адвокат потом требовал изменить в иске изъятия холодное оружие на ювелирное украшение. Молодец. Подожди. Аркадий Михайлович, вот они. Спасибо, Наташа. Ты свободна. Слушаю вас. Здравствуйте. Старший лейтенант Деконников. Младший лейтенант Соратник. Скажите, вам знаком Семен Натанович Шапиру? Да, мне знаком Семен Натанович Шапира. Угу. Это он? Скажите, он сам умер? Не совсем. Я предчувствовал. Господа, пройдемте мой офис. Там будет удобней. Это было в прошлую пятницу. Да. Он позвонил утром. И я назначил ему встречу на два часа. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Аркадий? Да. Я по рекомендации Моисея. Да, да. Я могу показать? Да, пожалуйста. Вот. Когда он развернул сверток, у меня на время сердце остановилось. Это... Это что-то невероятное. Я много лет работаю с камнями, но... Такого видеть еще не приходилось. И что было в свертке? Как что? Ну, этот самый. Самородок. Ну, какой самородок? А вы что, не в курсе? Послушайте, мы всегда в курсе. Тем не менее, важны детали. Так что за самородок был в свертке? Ну, золото, что ли? Да какое золото? Изумруд. Монолит в слюдяной породе. Чистейшей воды. Килограмма на полтора. Как минимум на два миллиона долларов. Килограмма на полтора. Килограмма на полтора. Субтитры создавал DimaTorzok